Дорогие друзья, всем привет! Привет! Доброе утро! Сейчас 5 сентября и мы находимся в одном из наших любимых мест. Это село Орлик Полтавской области. Здесь уже с утра куча автомобилей. Видите? А также множество грибников. Пока мы тут трапезничали, прошли мимо. С такими неприветливыми лицами. Я не знаю, с чем это связано. Возможно, здесь грибов нету. Мы просто приехали на разведку. Авантюристы! Начали мы грибалочку сравнительно молодого соснячка, но тут пока ничего не попадается. Приняли решение углубиться в старый сосняк. Первая находочка наша это масленочек. Кстати, в молодом соснячке уже на выходе из него. Этот совсем маленький пускай растет. Ты тоже что-то нашла? как? А, это мы пришли на маслятное место. Не знаю мест, куда-то далеко ехать. Это, конечно же, всегда лотерея. Но мы примерно знаем, где можно смотреть, где они любят расти. Так хочется уже почувствовать эту радость от найденного беляшика. И вот, наконец-то, радость-то какая у меня на лице. Лишь у меня на лице. Потому как я первый нашел это сокровище. Идите, посмотрите. Порадуйтесь за меня. Хоть вспомните, как они выглядят, Катя. Тихо-тихо. Я тут еще ничего не обследовал. Смотри, Катя. Попробуй его пощупать. Подержи, подержи. Вот рядышком его родственничек. А мой родственничек не отходит. Вот так, ребята. Нюх надо иметь на белячки подобной красоты. А нашел я, потому что ориентировался на эту сексапильную травушку местность, где тень от сосен. И сосны не очень так уж и молодые. Так. Вот Катя. Катя зашла под одну из старых сосен. Расположенных почти в пустыне. Я вам потом со стороны покажу. И что? А вот там вот только что дядя прошу с собакой. Слышишь, а вот эта трава какими-то специями пахнет. Не знаю даже с чем сравнить. Ты нюхал, Максим? Не петрушка, а что-то такое. Может же он быть один тебе. Может. Может? Может быть и один, да. Вообще тут так уютно. А вот там он. Я Максима все время учу. Если бы ты был белым, где бы ты хотел вырасти. Ты бы, конечно, хотел вырасти там, где мягенько. Мягенько, уютно. Не холодно и не жарко. Такие места надо и проверять. Что же это такая за травушка, а? Прям что-то напоминает, Катя. Не мята. Ну, какая-то как специя. Катя, не зря тут крутилась. Напиталась от меня энергией, живой удачей. Ё-моё, точно. А вон там нет? А нет, там ничего нет. Прям под лапами сосны. Хорош. Хорош. Я уже варила? Так, ну вот, смотрите. Пустыня. И здесь. И здесь вот этот оазис. Видите? Да тут сколько? Четыре-пять сосенок. Вот ради чего мы сюда приехали. Я у Кати научился отодвигать эти лапы сосновые. И смотрите, что тут. Какой тут бугор. Я просто уже в предвкушении. Это будет беляш. Сто процентов. Так и есть. Беляшева. Но он, к сожалению, пропал. Он уже все умер. Успокойся же с миром здесь. Беляшечек. Сейчас я попробую попытать счастье под вотой сосной. Где прошу вот тот грибник с красными лампасами. А вообще, конечно, нас везде сопровождают голоса конкурентов. Ну, здесь к этому быстро привыкаешь. Потому что занят другим делом. Когда попадаются грибы, просыпается такой дикий азарт. вы только послушайте, как общаются эти сосенки между собой. Максимочка постоянно просит, чтобы я его зарядил удачей грибной. Заряжаю тебя своей магической рукой на грибную и не только удачу. вперед. Ну что, проверим мою магию. Иди вперед. Разрывай, разрывай. Мне кажется, это то, на что я тебя зарядил. Думаю, нет. Тебе что, помочь? Бери его, Максик. Выкручивай. О! Такой же молодец, как и ты. Ты кому его? Маме или папе? У мамы, по-моему, больше уже. Я же тебя заряжал, давай. работает. Максимка, начинай искать. Только не именно тут, зайчик, смотри. Вот туда, смотри, далеко. беляшелла. А еще есть? Да, есть. Покажи-ка. А еще? А еще есть? Вот! Ого! Друзья, подставляйте корзины, заряжаю на удачу. погребом. вот и вот. А ну, давайте, идите, вырывайте. погребом. Пши. 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 Вот еще. Мерега. Складывайте там, возле мамы. Пши. да? Под одной совсем не старой сосенкой. На самом деле, здесь вот старые сосны. Как же здесь приятно ходить. Здесь нет никого. Нашла? Показывай, Катюша. Это прям действительно белое золото. Можно подержать. Пожалуйста. Блин, такой твердыш, крепыш. Отжимай от белых. Чистейший. Блестит, глянь, на сумочке. Здесь место какой-то природной аномалии. Такие покрученные стволы. вместе этой аномалии, которую я вам показал, растут совершенно здоровые белячки. Но пока что белячок, а не белячки. белячки. Понятно? Бупенок. Да ну не бупенок. Как два больших пальца. Бупенок. Ну ты глазастик. Папка прошел, а Максимку я же зарядил все-таки. О, супер, супер. Смотри, Катя. Молодец. Катюш, нашла маленький? Да. Максичек. Макс заинтересовался, как я нашла. Смотрите, какой манюшенький беленький. Он был в очень маленьком бугорочке. вот такой вот. Смотри, Максим, как тебе вариант такой белого? Не очень, Но все равно возьму. Зато нога у него хорошая. Нашла маленький? Да. А я раньше думал, что не попал. Попался и причем такой уже вылечить на поверхность. своей бурой шляпкой. О, так он лежа тут рос. Почти лежа. Ого! Ну смотри, Максик, а тут рядом масленочек клади. Рядом вот совсем рядышком два бугорочка. Один-то понятно, что там уже беляшек. А второй тоже никаких сомнений. О, он тут тоже лежа растет. Посмотрите. почему жизнь заставила его расти лежа. Загадка. Как ты так находишь? Максим палкой папе по лицу бьет. Ведь заздрощух. И так вот такие вот приплюснутые. Вот так ножи, кстати, теряются. Мы тут с Катей зашли в такое место. Максик там где-то отстал по нужде. Старая сосна опять же. Вот. Что? Умерло. А здесь что-то еще продолжает жить. Я уже догадываюсь. И вы думаю тоже дорогие зрители догадываетесь что это. Это прекрасный беляш. Очень красивый, очень твердый. Прям эталонный образец. Катя снимешь ему чепчик. А ну-ка. Божественно. Вот таких бы побольше. чистейший. Это точно. Прикрой эту гребницу. Обязательно. Я такие рады. Такие рады. дорогие друзья. Опять это душистая трава. Пахнет свежей морковкой. Ну мне так напоминает немножко. и я вспомнил навеяло мне воспоминания как Катя в этой траве нашла беляши. Иду дальше и посмотрите кто нас встречает здесь под сусенками. Какой наливной беляш. Смотрите какой красивый. Катюша держи. Я тоже нашел. Ты тоже нашел? Да. маленький. Ну ка. О вот еще какой то бугорочек. А там мухоморушка дружочек. Что это такое? Так. Я что это нашел. Что это такое? Это что тут уже погибло Максим. Не вот эта тралка здесь же душистоя. Здесь вообще такое уютное место. Вон какой высокий колм. как четырехэтажка. Я думаю что там что-то есть. Полет Максим развлекает себя как может. Ну а папа тоже как может. Катя даже нет слов. Смуглинг и смугляшек вылез прямо на поверхности. Он не так не из-под иголочек рос. Просто наверху возле дороги песчаной. А вот и попался полет песчаной. Большой такой. Отойди Максим красивый. И я не видел таких красивых. Может это каштановый? Может это не польский? А? Ребята прям как беляш. Ну ка замечательный. ложный. Так какой там ложный. что качаешь? Даже не думай. Нет это не польский. Это каштановый. Подскажите друзья что за гриб? Такая прям почти бордовая шляпка. Ну вот как в России ищут боровики. Короче говоря первый раз тут такой встречаю. Вот смотри он даже совсем не червивый. Интересный такой. Только губка у него характерного такого цвета. Желтого. Какого польского. Не это смотри он синеет. Какой-то балет. синеет. Где? он не синеет. Вот. Да ну. А что там? А ну здесь будет синеть. Вот я провел. Что-то упало. Нет он не синеет ткать. Не может может быть это боровик. Не знаю. Ну замечательный прекрасный гриф. Ну вот прошло время он нигде ни капли не посинел. Что ты тут делаешь? А друг? Дальний родственник приехал. Вот вышли из того соснового бора. И что Максимка? Я нашел маслятку. Маслятку тут на открытой местности в траве летние. Маленькие правда. Вот еще еще. Но приятные. Возьмем же их. Да Катя? Будешь такие чистить? Смотри это те что любишь молочком. А вот еще Ого тут трое сразу. Ну это совсем мелкие. Хорошо вот этот возьмем. Так уж и быть. А этот возьмем. Мал достижение. Ориентируемся опять же на старую сосну. на вот эту душистую травушку и идем разрывать вот этот вот бугорочек. Прям под бабушкой сосной. Ох и шляпа здесь показалась. Всегда возле этой травы находим мы грибы. Ага и возле старой сосны. Прям мастик. Ох ты ох какой увесистый. Сейчас конечно же зароем эту ямку и оглядимся вокруг. затаив дыхание. Ты удивлен такой красоте? Ну да. Он как твое лицо размерами. оказывается рядом растет еще какое-то такое интересное дерево со странными сережками. Я думал это клен, но это не клен. Может быть какая-то разновидность клена. вертолетик. же самолетики. Вертолетики? Ну вертолетики. Ну это не такие привычные нам вертолетики. Ну да. Нам куда-то туда. попадаются белячки. Ну так один два так чтобы полянами нету. Но мы не расстраиваемся и ждем. Да ведь сезон только начинается наверное. Так раскачка. Вот напоследок залезем под эти сосенки. Проверим вот в этот бугорочек. Так я вижу что здесь сидит беляшочек прекрасный экземплярчик. Смотри Катя класс. Ты куда Максик? Глеб на дерево. Хочу повыше залезть чтобы посмотреть где грибы. В старом лесу на обратном пути. Пап я тоже нашел. Смотри. Ух ты. А ну не срывай дай снять. грибы. Ого. Вот он красавчик какой. Может быть мы просто все это время не там лазили. Может быть. Ну-ка. грибы. это да. А вон бугарок. А я сначала думал я не все вот этот гриб. Я думал что ты к этому пойдешь. А это Максик тоже беленький. А это мухоморчик. Подозреваю что тут еще один в бугарке. Да. Я оказался прав. Не понимаю намотать сотни километров чтобы потом идти к машине и начинать находить белый. Не говори такие красавцы. И кстати тут травушка душистая. И тебе попался. смотри. Да просто пап ты первее всех. Да я первее всех. И снимаю все сливки. Мы идем сейчас по GPS к машине. А вот еще Максик нашел. вот GPS как раз разговаривает. И у нас такое впечатление что GPS нас водит он водит нас в одну сторону в другую по кругу и к грибам. Уже сложилось такое впечатление что это GPS работает на грибы. продолжает идти вперед. О спасибо. Ну это Максим нашел такой чистый. Чистюля. продолжает идти вперед. Сейчас пойдем. Тут такое богатство. Нельзя его пропускать. Подым указал. Продолжает идти вперед по прямой линии. Следуйте голосовым указаниям. Хорошо. Спасибо. Катя GPS подсказал. А да. Итак еще один беляшонок. И вот еще какой-то. А это Максим не беляшонок. Жаль конечно. Вот это вот мы на выходе подлохмотимся. А это что за гриб такой? Не знаю какой-то поплавок. Дим мне кажется я тоже нашла. Я тоже нашла. И ты нашел. Ну сейчас я посмотрю свой. Вот у меня о точно. Это точно беляш. Ой сейчас. О Что там? Да не могу его. Он очень глубоко растет. Ой господи. Вот так пришлось все. Хорошевский. Вот как можете видеть по пути назад происходят такие вот метаморфозы. Чудеса. Грибы все красавчики. Попадаются правда не массово. один два ну может быть где-то три. Этот один торчал. И причем в осеннике. Но особенно пленил мое сердце вот этот гриф. Освещение сейчас уже не такое хорошее. Но я думаю вы увидите. Помните его бордовенький. Нигде он не посинел. Пахнет белым. Явно какой-то из балетовых. Ну вот на этой минуте будем прощаться с вами. До новых встреч друзья. До новой грибалочки. Не забывайте подписываться на канал кто еще не подписан. жмите на колокольчик чтобы не пропускать наши видео. Лайки и комментарии ждем от вас. Пока. 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 Господи еще сапога бежит. nap rumah. ... ... ... ... Продолжение следует...